Буэнос диас, амигас! Как вам мое лицо? По-моему, вполне себе презентабельно. Но так же хуже, согласитесь. Так вот, вернулся музыкальный калейдоскоп, наконец-то. Я зашел на Яндекс.Музыку и слушал песни на стихи русских поэтов. Там, естественно, был монгол шоу-данс, песни Москва, Кукарникса, Есенин и все остальные ночные снайперы со сплинами. И там была группа не бэнд. Я услышал песню Аисты и связался с человеком. И сейчас будет продажнейший обзор. В общем, человек мне оплатил, скажем так, рецензию. Но самое главное. Я делаю рецензии, где высказываю исключительно свое сугубо личное мнение. Хвалить никого не буду, если не за что. И ругать никого не буду, если не за что. Поэтому это, в общем, на будущее. Я качнул их альбом и сейчас будет рецензия. Музыкальный калейдоскоп. Небольшая ремарочка в самом начале. Хочу сказать, что очень похож вокал на Васильева. Это нехорошо, это неплохо. Просто темпры похожи. И вообще слышно, что влияние группы сплин, как говорится, на лицо и на лице. Начнем мы с песни «Май». Послушаем кусочек. И я начну вам рассказывать, где, что, куда и почем. Так вот, как я уже говорил, тембрально очень похоже на Васильева. Думаю, вы в этом убедились. Голос очень приятный. И, знаете, местами аранжировки, они тоже такие сплиновские. Какие-то бенды, знаете, тянущиеся долго-долго. Вот эта вся космическая тема, пространственные вот эти бендики. Это все абсолютно к месту. Что мне не понравилось в этой песне? Не понравилось соло. Я могу сразу же раскрыть много карт. И скажу, что мне не понравилось ни одно соло в этом альбоме. Поэтому в следующий раз, когда заказываете рецензии на свои альбомы, знайте, мне могут не понравиться соло. А вот квакушечка в этой песне, она абсолютно в кассу. Резанула по слуху в тексте одна тема. Там было «Я хочу сочинить песню». Знаете, меня это слово всегда подбешивало, потому что... Ну, это мои вот тараканы такие. Ну, потому что слово «сочинить песню» — это какое-то такое детсковатое оно. Обычно песни пишут. Ну, на мой взгляд исключительно. Ну, это, знаете, песня — это как книга в миниатюре. А книги их тоже как бы не сочиняют, их пишут. Хотя имеют право на жизнь и те, и те варианты. Но мне что-то совсем не нравится это слово. Но тут как бы у всех свои тараканы. Песни ставлю 5 из 10. Чтобы вы понимали, что такое 5 из 10. Это крепкий середнячок. Это не говно какое-то. Это не какая-то восторженная, сумасшедшая, крутая тема, когда ты... Ничего себе. Это просто крепкий середняк. Таких песен много. И это очень хорошо, когда есть крепкие середняки. Допустим, какой-то альбом ты слушаешь, и, допустим, там две песни нереально крутые, может, три. А все остальные там 2 из 10, 3 из 10. Но они не дотягивают даже до крепкого середняка. А здесь все профессионально, пространственно и замечательно. Следующая песня опять кусочек слушаем, а потом насыпаем в кратер. Музыки нет. Первое, что мне въелось в мозги, смотрите, строчка была такая. Если б я мог время повернуть, настала б осень. Вообще, первый раз, когда я послушал, то мне услышалось, настала б осень. Ну, потому что настала б осень, ну, не очень это красиво звучит. Знаете, такой момент во многих песнях проскакивает такой провинциальный стиль. Несмотря на то, что, насколько я знаю, автор слов, он из Москвы. У меня тоже такое часто проскакивало, и я всеми силами старался с этим бороться. Ну, я не знаю, если на ходу что-то придумали, допустим, если б я мог время повернуть, ну, не знаю, то привел бы осень. Уже как-то это звучит более удобоваримо. А так, настала осень. В общем, вы поняли, о чем я. В то же время строчки, они вполне себе банальные, но в то же время по-другому и не скажешь. Типа, если б я мог бы не любить, то, наверное, был бы счастлив. По-другому здесь и не скажешь. Вроде банально, но очень, скажем так, в кассу. Аранжировка в песне очень интимная. Но, знаете, ловил себя на мысли, что жду припев. Потому что, ну, как-то мне его не хватило. Я думаю, что вы тоже часто уловили себя на мысли, когда ты слушаешь какую-то песню, и думаешь, сейчас будет, может, не обязательно припев, какой-то взрыв, какое-то сумасшедшее гитарное соло, или там джи-джи где-то, или что-то подобное. Оно вот прям подразумевается, и ты ждешь, ждешь, такой, и нет. Здесь вот как-то так у меня было. Довольно прикольный здесь бэк. Мне понравился он такой доставляющий. Не сильно высокий. Там ни октава, ни терцина, я не знаю, в квинту, наверное, спетая. Как бы очень в кассу. И очень интересно. Где-то оно там на фоне есть, сведено хорошо. Вот именно по сведению мне понравилось. Ну, и кода такая же, клево космическая. Здесь можно вот этой песне поставить 6 из 10. Это уже выше, чем крепкий середняк, чтобы вы понимали. Ну, а следующая песня Аисты, и именно по этой песне я и нашел. Этот не бэнд, это стих, зараза, моего такого топового поэта Колянчика Гумилёва. Аисты сидят на крыше, Вытягивают шеи, Они всех выше, И им виднее. Аисты сидят на крыше, Вытягивают шеи, Они всех выше. На пристыне толпятся дети, Забавны их тонкие тельца. Смотрите, для вот этого стиха Очень мощная мелодия. Она не то, чтобы даже очень мощная, Она очень правильная. Можно 250 раз за обзор повторять слово в кассу, Но, блин, если в кассу, То действительно, в ту самую кассу. Клавиши такие минималистично нужные. Очень часто, допустим, Какие-то клавишные партии, Это всё рассыпается. Но здесь нужен был именно такой минимализм. Он как раз таки, Как писал классик, Подчёркивает мощь, глубину стиха. Ну, и эта песня у меня По пути в машине, Когда я куда-то еду, Она просто на репите. Но, я её обрезал. Как я уже говорил, Мне не нравились здесь все соло. Здесь я просто взял и обрезал его, Потому что, ну, извините, Мои полномочия, всё. Просто вот в этой песне, знаете, Соло, это как аист в коровнике. Ну, вот, заходишь в коровник, По идее, должны быть коровы, доярки. Чё-то такое. А там аист ходит. Ты такой, думаешь, Чё вообще, что происходит? Вот примерно то же самое здесь было и соло. Ну, и, знаете, вообще, Можно было вот в этом соло, Ну, пару ноток каких-то цеплять, И опять, чтобы это уходило В какие-то там дилеи, Что-то подобное. Вот опять сделать какой-то космос, И вот этот минимализм, Он был бы нереально здесь нужен. Ну, вот как-то, извините. А так, 9 из 10, Только из-за соло. После обрезки соло, Песня 10 из 10, Мне прям нереально вкатывает. Ну, а в остальном, I'm sorry. Довольно интересная песня, В том плане, Что тут такие Горбатые аккорды. А я вообще люблю подобную тему. Не всегда у меня у самого это получается, Ну, такое я люблю. Но, знаете, даже Это не спасло песню от попсовости. А я же, как бы, Такое все не люблю. Почему? Потому что я говналь. И я терпеть не могу Свои песни, Такие попсовые, Типа, вот, Мед на губах. Ну, хоть убейте меня. Ну, вот я, например, Свою песню просто не перевариваю, Из-за вот этой самой попсовости. Ну, молодой был влюбленный, Что поделать? Написал такую дрянь, И теперь, Я за пятна. На этом ничего не поделать. Но, если это все дело отбросить, То за саунд Можно смело ставить 5 из 10. Тот же самый крепкий середняк. И вот по поводу строчки, Опять чуть-чуть вот, Вот эта провинциальность, Как это было? И если ты придумаешь повод К новой ссоре, Просто I'm sorry. Как-то вот просто I'm sorry, Это очень просто. В общем, Ссор было уже много. И как-то Нужно было показать, Что тебе уже на это плевать. Знаешь, там, типа, И если ты придумаешь повод К новой ссоре, Что же? I'm sorry. Типа, Ааа, Я уже к этому всему делу привык. Ну, это я просто сходу придумал. Потому что просто I'm sorry, Ну, как-то Опять провинциальненько. Ну, а следующая песня у нас По улицам. Зачем теперь Бояться смерти, Если она У тебя под боком. Я Сдал все карты, Я Вымыл руки И не знал, Что буду таким жестоким. Зря Мы хотели мечтать В полумраке. Зря Мы хотели пить Красные вина. Найдут Тебя завтра В каком-то бараке. Так вот, для меня это проходная песня. Не хватило каких-то интересных ходов. Какая-то она, знаете, плоская. Типа, просто куплеты, Просто однообразная какая-то гитарка, Ударки. Они в конце чуть-чуть поменяли рисунок, А так все какое-то однообразное. Бум-бум-бум. Но, это опять крепкий середняк. 5 из 10. Не нужно путать это, знаете, там, с говном. Это просто такая рутинноватая, назовем ее, песня. Ну, не ниже уровня 5 из 10. Не ниже уровня крепкого середняка. Потому что все сделано на уровне, все сведено. Нормально спета. Нормальный текст. Не о том, как... В общем, не буду хотел Стасика Буя процитировать. Ну, в общем, там текст не такой, что Снова засветила луна, снова ты мне нужна, Когда ты позвонишь мне, я снова приду к тебе. Такого нет. Это уже очень замечательно. Дальше песня. Некролог. Сразу. Спойлер. 10 из 10. Кто-то сегодня смотался. Впервые не выкинув из банки пучки. Подозревая, что в доме установили жучки. Оставив на кресле телефоны очки. В предвкушении полета сжав кулачки. Решив, что достаточно здесь нашатался. На столе в кабинете разбросал значки. Кто-то сегодня сбежал. Готовым к досрочной своей отправке. Посидев вероятного подъезда на лавке. Шокировав много народу в лавке. Электронные ударки. Космическая гитара. Опять они однообразные. Но здесь это идеально в кассу. Почему? Потому что это, блин, некролог. Песня так и называется. Остановочки. Вот эти микро ямки. Все это в тему. Для меня это вообще топище. Кроме опять вот таких моментов в текстах. Типа, как там было? Шокировав много человек в главке. Как-то много человек в главке. Тоже такая вот несколько провинциальная штука. Я вообще спел бы какую-то там сумасшедшую чушь. Не знаю. Типа, шокировав заплесневелых людей в главке. Какую-нибудь такую хренать. Ну, это, извините. Как-то надо вот много человек. Нужно вот типа, может быть, душных человек. Потому что они там душниловкой какой-то занимаются. Как вот воспринимать всех этих людей, как вот живое существо. Такое душное, какое-то неприятное. Потому что там все однообразное. Какая-то такая фигня. Это просто много человек в главке. Вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но надо как-то от этого избавляться. У меня тоже это проскакивает. Я стараюсь избавиться. Но из-за того, что я говнарь, я не могу до конца это сделать. Ну и, в общем, концовка, где резко все обрубилось, она тоже, не буду говорить опять слово в кассу, в кассище. Поэтому 10 из 10. А потом у нас осень. Что-то эта пара довольно часто встречается. Наверное, человек очень любит эту пару, гору, ногу, голову, руку и щеку. В общем, смотрите, опять песня очень интимная. Такая и аранжировочка такая же интимная. В машине очень комфортно слушать. Она играет тебе на фоне, проплывает мимо всякие поля, деревья. Нереально круто. Потому что музыка ненавязчиво льется, вокал приятный. В общем, даже, даже, вот то самое финальное соло, оно вот как надо. В принципе, наверное, вот это соло мне понравилось больше всего в песне «Осень». Но оно понравилось мне процентов на 70. Потому что этому соло не хватило интима. И оно там до конца не разгонялось там, где оно должно было разогнаться. Само по себе оно получилось очень резким. И нужно было его как-то вот занежить. Чтобы она была под стать этой песне. А так можно вполне поставить 6 из 10 за чипон. А следующее у нас «Утро». Ведь сердце не выдержит, нет больше места. И каждое утро по новой готов я писать манифесты. Что некуда смысл засунуть и стреском. Сейчас оно копит в себе, что нельзя. Когда-то была каждый день в подвенечном невеста. Дай, 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 уходя, уходи. После слов «Уходя, уходи» мне очень понравилась ямка. Где там сирена, какие-то машины проезжают, шумы. Это очень было клево. Прям 5 из 10. И можно было бы еще докинуть двушечку вообще без проблем. Но опять вот эта куция соло. Такое ощущение, будто, знаете, я его придумывал. Своими кривыми пальцами играл. Извините, но соло что-то здесь вообще никак. Как вы слышите, песня пободрее. Но по ощущениям, где вот поется, ты очень важный человек. Вокалист, он давит свой голос. Давит свой вокал. Вот опять же, как я. Из-за того, что соседи за спиной, за спиной и за стеной. Спят дети, какие-то бабульки, деды, бомжи. И в общем, чтобы всех не беспокоить, ты как-то вот постоянно это давишь. На стримах особенно это у меня слышно. Когда нужно грянуть песню, а ты такой. Вот такая вот фигня. А так песня очень приятная. Тоже 5 из 10 могло бы быть 7 из 10. Но догадайтесь, почему я скинул 2 балла. Ну, понятное дело. Это из-за соло. Вполне возможно, что я параноик. Поэтому вы уж меня извините. Тут все-таки тайные связи. Знаете, когда пришла эта песня, пришла мысль, что я это уже слышал. Причем слышал в этом же альбоме. Типа песни «По улицам», «Утро», «Важный человек». Как бы тоже 5 из 10. Ниже определенного уровня ничего не падает. Но опять хочется услышать что-то наподобие «Некролога». Или там песни «Аисты». И тут у нас приходит песня. Прямо как по заказу. «Держи в секрете». И все, что происходит вокруг, очень странно. И кружится мир и голова. Скажи, скажи, скорей привет этому утру. Ведь снега нет уже и воды. В этой песне очень сильно пахнуло старым добрым спленом. Тем самым уже, в принципе, практически забытым. В финальных припевах гитара, которая играет на фоне, она очень круто чешет. Очень правильно подобраны нотки. И очень хорошо, что во всей песне нет соло. Вот здесь гитара прям вот как надо. И слава богу, что соло нет. 9 из 10 вот в легкую за эту песню можно поставить. Очень добрая, легкая. Все как надо. И финальная песня у нас называется «Занавес». Нас встретил такой жесткий риф. Песня короткая, это как вспышка, мощь, все как надо. 8 из 10 можно ставить в легкую. Вот тут гитара сыпет нормально. Чуть-чуть мне по сведению не понравилось. Я бы ее немного по-другому сделал. Но это не важно. Тут уже каждый решает себе, как правильнее. В общем, самое главное, что я вынесу из этой песни, обращаясь к автору, не надо, чтобы это был последний альбом. А то тому, что я пишу последний альбом. Не надо. Надо как по заветам Егора Летова жить. Писать все, что можно записать. Каждая, даже самая неудачная песня должна быть записана. А уже на нее слушатель найдется. Помните заветы великого Егора. По итогу, мне понравилось 4 песни. Прям очень мощно. Типа «Ай, ты не королок, держи в секрете» и «Занавес». Это мои прям стопудники. Плюс еще одна песня. Плюс-минус. Получается, грубо говоря, 5 песен. У современного Васильева, ну, 2-3. А последний вот этот мини-альбом там вообще ноль. Поэтому я скажу, что пока что очень неплохо. 5 из 12 песен. Если бы «Усплена» такое выходило, то это было бы... Не буду материться. В общем, ладно. Так что, респект. Все дела. Ссылочку на все песенки этой группы я скину в описании и в закрепленный комментарий. Там все и Spotify и так далее. Один я никуда еще свои песни не гружу. Потому что, что правильно, идиот. А люди вот все грузят. Можете переходить, слушать, наслаждаться. И, как говорится, побольше бы хорошей музыки. Респектовой. И тогда можно будет сказать с вожделением, с всполоханием и всколыханием. До новых синяков. Ставьте лайки, друзья.